Я этот массив называю поле чудес. Вот так заброшенный пустырь на Алексеева прозвал местный житель Виктор Васильевич. А все потому, что эта местность заросла, по его мнению, опасным борщевиком. Мужчина боится его не просто так. Как-то раз 10 лет назад красноярец заметил подобное растение у себя на участке и решил его скосить. Однако сок борщевика попал ему на руки. Реакция не заставила себя ждать. Скосил я, чувствую что-то ожоги. Потом у меня на руках и везде появились волдыри. Я обратился к кожному врачу. Мне назначали уколы внутривенные от вот этих ожогов. Он объяснил, что это ожоги от борщевика. Вот такое растение люди часто путают с борщевиком. Оно примерно такое же по размеру и также цветет вдоль дорожек и тропинок. Однако на самом деле это обычный пастернак. А борщевик же цветет белыми цветками. На вид эти растения семейства зонтичных похожи друг на друга, а еще на укроп. Поэтому отличить вредителя от других растений могут не все. К слову, что недавно и случилось с депутатом Заксобрания края Ильей Зайцевым. По его словам, он наткнулся на борщевик сосновского, при этом перепутав его с укропом. К слову, данный вид очень опасный и ядовитый. На участке я работал, получается, в субботу. После обеда в утром воскресенье появились красные пятна. Знаете, когда вот рассарапаешь и такие, в общем, красные, покраснение. Не обратил на это никакого внимания. Мы пошли с семьей гулять в центре. К вечеру это стало жечь и жутко чесаться. Там стали появляться волдыри. Он действительно похож на ряд других растений, в том числе ядовитых, которые по своей реакции очень похожи. Потому что есть еще одно растение. Меня пытались убедить, что это, возможно, было оно. Но у того растения желтые цветы. Здесь цветы и соцветия сверху были и белые. Поэтому это точно был борщевик. Специалисты, в свою очередь, говорят, что на территории Красноярского края опасного вида борщевика нет. Зато есть родственный ему пастернак – растение семейства зонтичных, которое вызывает такую же аллергическую реакцию. Отличить эти два вида между собой сложно, но вполне возможно. Наш борщевик, он достаточно опушен. Если присмотреться, на нем есть много мелких волосков. Наш борщевик относительно невысокий – полтора-два метра. Наш борщевик встречается в природных, ненарушенных местах обитаниях. Или чуть-чуть нарушенных. Если вы видите очень большой борщевик, 2-3-4 метра размером, почти голый стебель, и редкие волоски могут быть, и пятнистые, с красными пятнами, такими буроватыми, и растет где-нибудь на свалке, на брошенных землях, то да, это может быть борщевик сосновского. А вот слева все тот же пастернак, который как раз-таки может хорошенько обжечь. Профессор наглядно показывает, как его листья отличаются от листьев борщевика. Кроме того, у пастернака ребристый стебель и цветы желтого и зеленого цветов. Вот как выглядит тот самый борщевик сосновского, который также оставляет после себя следы на коже. Он заметно больше остальных видов. Руководитель общественного движения «Антиборщевик» рассказала, как обезопасить себя от вредителя, если все-таки не удалось избежать встречи с ним. Можно спиртовыми салфетками, можно просто спиртом протереть как-то, но, в общем, по возможности удалить сок как можно раньше. Далее закрыть его от света, поскольку именно при взаимодействии с солнечным светом получается ожог. То есть несколькими слоями ткани можно или еще как-то, и в кратчайшие сроки добраться до дома, и там уже полноценно принять душ, отмыться с мылом, и еще, может быть, пару дней не показываться на солнце. При этом, если вы будете в одежде, резиновых сапогах и плотных перчатках, то ожог получится и вовсе избежать, говорят специалисты. Однако рисковать все же не стоит, и лучше обходить неизвестные вам растения стороной. Стефания Гордиенко, Данил Мамонтов, Новости ТВК.